Друзья, всем привет! В последнее время в интернете и в соцсетях распространяется много информации о том, что якобы с 1 июля 2020 года в России запретят праворульные автомобили. Насколько это правда или нет, сейчас я расскажу. На самом деле такой документ действительно есть. Он называется «Решение коллегии Евразийской экономической комиссии номер 1019». В этом документе как раз-таки содержится информация об ограничениях ввоза в Россию праворульных транспортных средств. Но прямого запрета там нет, но запрет касается только пассажирской техники и грузовиков. То есть с 1 июля 2020 года в Россию нельзя будет ввозить праворульные микроавтобусы, большие и средние автобусы, то есть пассажирскую технику с вместимостью более 8 пассажиров. А также некоторые комические транспортные средства. Это самосвалы, грузовики с краново-манипуляторными установками, рефрижераторами и другую спецтехнику. То есть по сути этот запрет не сильно как-то скажется на обычных людях. В основном у нас праворульные, это как раз только микроавтобусы небольшие были. Все остальное и так особо в Россию не ввозилось. Что касается легковушек с правым рулем, то их не запретят с 1 июля, но для них вводится более сложная процедура оформления. То есть 1 июля 2020 года вступает в силу новый ГОСТ, согласно которому все вот эти вот на Дальнем Востоке ввозимые праворульные автомобили должны проходить на территории России индивидуальную сертификацию. И то есть каждый покупатель должен сам получать на каждую машину так называемый сертификат о безопасности колесного транспортного средства. Все бы ничего, но проблема в том, что это, во-первых, повлияет на цену, то есть оформление этого сертификата минимум порядка 15 тысяч, составляет сейчас 15 тысяч рублей. Кроме того, есть проблемы с лабораториями, которые имеют право оформлять этот документ. То есть, во-первых, их не так много, во-вторых, они неравномерно распределены. То есть на том же самом Дальнем Востоке их там буквально несколько штук, насколько я знаю. Кроме того, проблема еще в том, что автомобиль, когда ввозится на территорию России, своим ходом на нем нельзя будет доехать до этой лаборатории, если она где-то в соседнем городе находится, грубо говоря. Потому что, чтобы туда поехать, нужен опять-таки вот этот сертификат о безопасности колесного транспортного средства. Получается замкнутый круг. Чтобы получить сертификат, нужно иметь сертификат. Соответственно, раз сертификата нет, то добраться до лаборатории вы сможете только на автовозе, либо на эвакуаторе. То есть, опять-таки, это цены плюсуйте к цене ввоза этой праворольной машины. Плюс, опять же, растаможка и прочие формальности. Соответственно, ввоз праворолик с 1 июля 2020 года, если говорить про легковушки, не запрещается, но он существенно станет сложнее. И, естественно, все это повлияет на конечную цену для покупателя. То есть, праворолики станут дороже в очередной раз. Вот такая вот информация. Все, всем спасибо.